В Институте геологии и нефтегазовых технологий Казанский федеральный университет состоялся круглый стол на тему промежуточной итоги реализации программы создания и развития научного центра мирового уровня, рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты в 2022 году. В мероприятии приняли участие представители Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, а также онлайн-ученые Российского государственного университета нефтегаза имени Ивана Губкина, Уфимский государственный нефтяной технический университет «Сколтех». Мы обсуждаем, что мы сделали за буквально этот квартал этого года и как раз обсуждаем проблемы импортозамещения, то есть что мы можем сделать до конца этого года в части импортозамещения нашей нефтедобывающей отрасли. За это время мы создали на самом деле несколько технологий, которые сегодня уже внедряются в производство. То есть вот можно сказать о технологии поиска месторождений нефти и газа на новых территориях. То есть такие технологии существуют и на Западе не существуют, но вот сегодня у нас есть собственные технологии, которые позволяют, практически не опускаясь на какую-то территорию, выделить на эти территории участки, на которых не нужно искать ни нефть, ни газ. Напомним, научный центр мирового уровня был создан в конце 2020 года на базе Казанского федерального университета по направлению экологически чистые ресурсы, сберегающие энергетика, эффективное региональное использование недр и биоресурсов. Главной задачей центра – проведение научных исследований и создание технологий, методов улучшения нефтеодачи, обеспечения России дешевой и экологичной нефтью. Вчера нас пригласили по лабораториям, показали, какие лаборатории работают непосредственно на программу реализации научного центра. И, знаете, ну размах деятельности центра просто колоссальный. То есть изначально, я так понимаю, что программа была построена именно на импортозамещение. То есть сейчас у вас нет практически непотребности ни в оборудовании, ни в реагентах. То есть вы полностью самостоятельный центр, который может работать во благо экономики Российской Федерации. В конце встречи были обсуждены общие вопросы, связанные с реализацией главных задач, поставленных перед научным центром мирового уровня.